Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Павел Шулько, программа «15 минут до завтра». И остаток сегодняшнего дня мы проведем с одной из самых голосистых певиц нашей эстрады. Встречайте, Евгения Власова. Может, сюда сядешь, что я туда пойду? Нет, я там. Хорошо тебя буду читать. Слушай, так приятно. Ты ко мне пришла как на праздник, так красиво оделась. Так естественно, а что же я не на праздник пришла? Красиво. Что это тебе за платье такое? Сама шила? Нет, это я купила, когда ездила, записывала саундтрек к мультику «Винни-Пух». Да, я купила в Польше. Самое интересное, знаешь, что я там накупила кучу одежды и говорю своему помощнику, Денис, скажи, точно у нас этого магазина нет? Точно нет? Скажи, вообще нет этого магазина. Он, в общем, я когда приехала, увидела этот магазин прямо на Хрещатике, которого нет. Я тебе скажу, мир тесен. У меня был случай, когда я, будучи в Лас-Вегасе, нашел прекрасное платье своей жене, думаю, накуплю, но если в Лас-Вегасе, вряд ли где-то у нас будет. Привожу все, значит, платье потрясающее, вечернее, в этом стиле, только там черное, с какими-то там джуджиками, муджиками, я не сильно в них разбираюсь, неважно. И она приходит на одно мероприятие, и тут на это же мероприятие приходит еще одна очень известная, я не буду говорить, женщина в нашей стране, в этом же самом платье. Представляешь? Это ужасно. Самое интересное, наверное, только лишь два платья таких у нас в стране, и они попали на один вечеринок. Даже если одинаковое кольцо или, боже упаси, там серьги, это вообще... У тебя бывало такое? Хм-м... Ну, такие серьги, как сегодня, у тебя надо поискать. Нет, ну да, такие маленькие, да. Нет, это сделано специально под видеоклип, это очень так, это... Под Винни-Пуха, что ли? Да. Нет, это под... А, я понял, это два пятачка таких, да? Это под мой новый клип, я мечтала он называться. А тяжелые, нет они? Конечно, это же золото. Да? Слушай, у меня уши уже отпадают. Ты целые прям эти... Ты дорогая... Слитки. ...женщина? Я? Ну, да не, нормальная. Нормальная, да? Ну, такая, люблю там, знаешь, по-богатому, ну, вообще нормально. Женя, это правда, что ты поплавская вообще? Вообще, да, по папе я поплавская, у меня отец поет, ну, по крови родной. А как правильно, по крови или по крови? Мне это не... мне больше понравилось, что у тебя отец поет, это не тот ли случайно поплавский? А, нет, ну, мы родственники, кстати, оказывается, что мы с Михаилом Михайловичем какие-то там вот что-то, вот у нас есть что-то, какие-то связи. Вот. Мой отец поет на по крови, он поет в капелле имени Ревудского, вот, но да, так бы я была поплавская, если бы я росла со своим родным папой, а Власова это девичья фамилия моей мамочки. Наверное, некрасиво говорить, как давно я тебя знаю, потому что ты молодая и прекрасно выглядишь. Но еще пока красиво, пока еще красиво. Для тех, кто не знает, был когда-то такой клуб Голливуд, по-моему, он назывался, да? Да. Ну, сейчас это Фридом. Зарождался, да, шоу-бизнес, и вот Женя тогда пела песню там «На забывай» каждый раз, когда я там появлялся. Ты ее сейчас поешь, кстати, в программе? Я никогда не пою, это вообще моя самая нелюбимая песня была. Она мне принесла мой первый успех. Вот когда была вот эта территория А, и я услышала, а мелорама тогда еще была программа, и сказали, что с начинающей артисткой стадион пел песню «На забывай». А я, когда вышла на сцену, я слышу какой-то хор, я подумала, что это отзвучивает стадион просто, и мне кажется, ну быть такого не может, что такая ненавистная мной песня может кому-то понравиться, которая крутилась только на одной радиостанции. И такие, да, ее пели хором. Я была очень шокирована этим приятным. Это знаешь, почему? Потому что кто ее крутил? Голорадио. Я знаешь, что не могу понять? Вот зная тебя много лет, как так получилось, что вот перед сегодняшней программой, мы там просмотрели, у тебя, у Жени Власовой, создался у ряда людей образ некой скандалистки вообще? Ты же очень позитивный человек всегда, сияющий, сверкающий. Откуда это вообще? Это кто-то придумал, навязал? Я думаю, что это кто-то придумал, навязал, и в этом огромном участии принимают мужчины из шоу-бизнеса, которым я отказала. Ну это правда, серьезно, я не шучу. Отказала в каком смысле? В близкости, ну, в отношении. И это очень большие люди в нашей стране, в нашем шоу-бизнесе, к сожалению. Естественно, для них скандалистка. Но извините меня, если бы я отдавалась всем, кто хочет, ну, давалки бы не хватило, простите за внимание. Думаю, знаешь, многое пошло, Женя, вот после того, как с Барбарой Брильской ты там что-то не поделила в том проекте, я думаю, это тебе придало. Согласитесь, Барбара Брильска, она действительно немножко сложный человек, но она очень хороший человек, на самом деле, тоже тонко чувствующий, тоже переживший. Но, признаюсь вам честно, что если бы тогда, вот, я просто тогда вышла после химиотерапии сразу на сцену, и, видимо, что-то еще было со мной не то. И психологически я была вообще оголена. Я вообще очень такой человек, как меня называют, моя семья, оголенный нерв. Открытый, я вот абсолютно открытый человек. Но, по сути, ты тогда сказала абсолютную правду. Тогда я сказала, да. Но я бы сказала, что, может быть, более сдержанно. Меня задело, что она обидела человека незрячего, все. Понимаете, человек выходит темно, и она слышит этот холодный, противный голос Барбары Брильска, и я поэтому завелась. А когда человек, который повидал... Это дуже баржо до подобных хлопакий. Я-то заметила. Понимаете, я человек, который повидал и деток лысых, и вкусила вот эту вот боль, да, вот душевную. Я, у меня прям чувство, я всегда была с областенным чувством справедливости. То есть ты такая самка. И тут я вообще, у меня прям думаю, да елки-палки, ну что ж такое. И вот, видимо, вот сработало. Ну, рефлекс самки, значит, да. Да какой самки, я тебе говорю сейчас о духовном, ты мне про самку. Не, подожди, извини. Эффект самки это в другом... В любом случае, защитить свое, защитить там свое дитё, или в данном случае... А, ты имеешь в виду эффект материнский, да? Конечно, конечно, но это то, что природой заложено, конечно. Инстинкт, да. И сейчас я не выговорю, да, вот это вот. Вечером не выговорить, это слово инстинкт. Так, чем у тебя с Барбарой окончилось? Вы там как-то ручки пожали друг другу? Да, мы померились, все прекрасно. Но, Паша, ты знаешь, что я только что рассказывала девочке-гримеру, что при мне состоялась историческая встреча Барбары Брильской с Талызиной на фуршете у Димы Гордона. При мне они в первый раз заговорили за долгие... Почему именно при мне? Я это все сказала в эфире прямом. И при мне должно было произойти. И самое интересное, что это было, я слышал об этом, даже в Ютьюбе выложили. Правда? Да, когда Барбара Брильская говорила, она просто открывала рот, а за нее говорила Талызина. Правда? Так и было. Точно так же, как и в фильме произошло. Нет, я сейчас говорю тебе о том, что они разговаривали, Талызина и Брильская. Они так поздоровались, Брильская больше... Для тех, кто не знает, Талызина это та, которая говорит, как Брильская. Ну, озвучила Брильскую в этом фильме. И я что тебе хочу сказать, представляешь, они так друг на друга, и я за столом, я посередине, здесь Брильская, а здесь Талызина. И фуршет, вот это, да? И я такая, я стою. Молчание. Брильская. Привет, Талызина. Талызина, здравствуй. Знаешь, так, я такая, вкусная курочка. Нет, не так надо было сказать, ну и гадость это заливная рыба. Они бы больше поняли это и стали бы общаться сразу. Ну, это было, знаешь, и они вот поговорили, друг с другом, и говорят, это, брызгают. Ты все еще что-то на меня в обиде, Талызина говорит, нет. В общем, я понимаю, Боже, что это все при мне. Я это все вот это ляпнула в эфире, Боже мой. Ну, представляешь, что это мое состояние? Ну, круто, ну чего. Ну, круто не то слово. Зато есть, что рассказать мне в программе. Это приятно. Да. Женечка, слушай. Ну, я думаю, не секрет, ты уже сам, это ни для кого не секрет, что ты одна из самых у нас ярких вокалисток. Это тут... Ты что, меня хочешь заставить петь? Я простужена. Не буду, не буду, а? Я простужена. Простужена, не буду тебя заставлять петь, зачем? А чего? А, заставить. Заставлю. Я просто... Дорогие друзья, я когда простужена, я пою, как Люба Успенская. Я считаю, что ты, как вокалистка, которая вокалит в Украине так давно и так красиво, имеешь право оценить тех вокалисток, которые появились чуть позже и стали там какими-то популярными звездочками. А ну-ка. Я тебе просто вот некоторых покажу, а ты вот просто вот, знаешь, как у нас в гостях, музыкальный критик, вокалист Евгения Власова. Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время. А что у вас там за хрень лежит около вас? Что такое-то не хрень? А что это? Это, между прочим, три ключика. Это то, что я вожу с собой. Это я купила в Израиле. Это ключики от чего? Ну, это ключики-ключики. Да? Это такие классные. Ну, это на самом деле... Это талисман твой какой-то? Это философия, ну, в общем, царя Соломона. В общем, это целая интересная история. У него эти ключи там завались, и каждый выбирает себе свое. Я могу назвать, тут один, вот этот с розовеньким, это ключ любви. Так. Вот, все остальные я не скажу, что. Но это должно остаться при мне. Ну, я их так беру с собой. Какая ты загадочная. Я такая, да. Да, так мы продолжим, собственно, вернемся к вокалисткам. Ну, вот, например, некоторые. Как тебе идти на кароль, как вокалист? Мы не говорим сейчас о репертуаре. Это, наверное, неправильно будет оценить. Ну, хочу сказать, что она меня точно так же, как и всех, покорила на волне. Да. Точно так же, невероятным своим обаянием, там она была великолепная. Ну, это правда. Она действительно потрясающе справилась с этой задачей, но там, и то, что я вижу сейчас, для меня это два разных человека. Но мы сейчас, смотри, мы сейчас не будем говорить про человеческие какие-то качества. Вот именно с точки зрения... Нет, человека как певица. Вокалист. Как вокалист, да. Две разных певицы, скажем так. Да, два разных обаяния, что ли. Мне больше нравится, когда она была вот такая вот, ну, понятное дело, что она глубокие песни поет. Когда она больше была Таня, когда она еще и не совсем была затянута в тину. Нет, сейчас больше она играет в секс-символ. Вот это вот плохо, когда человек играет в секс-символа. Секс он либо есть, либо его нет. В него невозможно играть. Так, идем дальше. Не, ну извините. Ты что, директор фан-клуба Гайтана? Почти. Не, ну Гайтана, извините. Вокалист? Это бомба. Я ее очень люблю и как человека. Мне очень нравится, когда... Вот видишь, ты честная, подожди, как человека мы не обсуждаем. Ну, подождите, но... Да. Я хочу объяснить, почему. Потому что наша человеческая, суть наша человеческая, ну, у меня, по крайней мере, так. Она переходит в наш голос, в наш... Ну, то, что мы выдаем зрителям, ну, посредством вокальных каких-то данных. Поэтому Гайтана, это то, что... Вот она абсолютно органична. Правильно ли я тебя понимаю, что если человек хороший, то он и хорошо... Если человек, извини, говно, то он не может быть хорошим вокалистом. Я правильно сейчас понял твою сентенцию? Сейчас я просто вспоминаю. Если как-то... Вспоминаешь, как выглядит говно? Нет, я вспоминаю просто плохих людей. Ну, в основном плохие люди, они рэперы. Да? Я заметила, максимум, на что их хватает, это чисто поговорить. Вот. Не, ну, Гайтана, это фирменная певиция давно, действительно. Ну, я преклоняюсь перед ней вообще просто, ну, я балдею от нее. Просто наслаждаюсь ее музыкой. Ну, мы можем с тобой поспорить, кто еще из нас. А что, она, кстати, не появилась после меня, между прочим. Мы появились достаточно, по-моему, в одно и то же время. Ну, с точки зрения шоу-бизнеса, она чуть-чуть позже появилась. У нее там первый трек был в 2000 году, потому что я знаю человека, который первый поставил ее песню в эфир. Слушай, смотрите, тоже скромняга. Да, вообще. Смотришь, как скромненький. И красивый же, блин. Спасибо, солнце. Так, кто у нас еще есть? Как тебе Мика Ньютон, как именно вокалист. Вокалистка. Как ее голос? А можно я лучше скажу сразу, кто нравится? А? Что-что? Можно я сразу назову те, кто нравится? Хорошо, назовите, кто нравится. У нас просто, вот вы показываете практически тех людей, кроме Тины, мы с Тиной особо, ну, как бы мы так, здравствуй, здравствуй, до свидания, до свидания. А вот с Микой Ньютон мы нормально общаемся достаточно, но я очень тонко чувствую людей. Она не очень хороший человек, ты хочешь сказать? Я не знаю, какой она человек. Да? Нет, у меня есть свое мнение, я о нем, я так, я лучше промочу. Но что касается вокальных данных, просто у меня есть свой вкус. Я бы не хотела высказывать его, ну, как тебе сказать, господи. Но я люблю высокие ноты, когда они прям звенят, когда это, ну, если говорить на профессиональном языке, должен быть правильный резонатор, да? А у нее они глухие, да, она вроде бы как бы большой диапазон, много, вот как бы, да, там, типа нот берет, там, и что-то внизу, и что-то вверху. Но я называю это, даже не я, а профессионал, это называют неполноценным голосом. Это неполноценные высокие ноты, это определенная манера, когда есть такое ощущение, что это высокие ноты. Но они не четкие, это неполноценный голос. Собственно, так же, как и у Джамалы, все принимают этот виз как голос, как четыре октавы, такого нет. Полноценный голос максимум может быть две с половиной октавы. Этим владеют все величайшие вокалисты, даже оперные. То есть Джамала тебе тоже, кажется, это, ну, с точки зрения вокала? Нет, Джамала, это рассчитано на людей, которые, ну, это рассчитано не на профессионалов, которые не понимают, что такое вообще октава. И звучит, главное, ну, две, это так, четыре, это же больше, чем две, значит, значит, круче, значит, что-то крутое. Ну, то есть, не знаю, зачем это люди делают. Мне кажется, нужно просто петь. Никогда не определяла для себя. Самая главная фишка, я же не могу. Ну, я знаю, что моим фишкам подражать очень, подражать начали очень многие певицы, которые после меня появились. Я никогда на это не обращала внимания, кстати, до этих пор. Ты можешь показать? Ну, сейчас хриплом, но можно спеть, допустим, сейчас. Например, да. Мне вот эта вот песня Ани Лорик нравится, я стану морем. Да, кстати, красивая песня. А, вот можно спеть. Можно как спеть? Не тримай мене, не треба, не тримай, все одно втечу. Вот я спела, да? Так, да. А можно спеть? Не тримай мене, не треба, не тримай, все одно втечу. И с твоей ходьбим. Да, я хриплым голосом пою. Да, да. Я говорю, это мелизматика, это украшение. Это украшение. Народ у нас в стране это называют тупо в стиле Мрай Кэрри, потому что она, наверное, первая, которая внесла эту... Нет, как раз Ани Лорик больше поет в стиле Мрай Кэрри, но у нее именно это очень круто и получается. Мы решили, почему бы не запустить нашего журналиста на улице и спросить, вот как сейчас среди разных возрастных групп популярна Евгения Власова. Боже, как страшно. Потому что мы такой сделали. Маленький опрос, и потом будет итог статистический. О, Господи. Итак, поехали. Что там, мама? Мы узнаем, что она болела и что выздоровела, что у нее есть дочка, по-моему. Я река, я река, я чужая рука. Было, было, было что-то. Видишь, тут внизу идет сколько кого мы опросили. Популярная, думаю, да, я ее уже знаю, ее много лет. Плачь обо мне, мне не подобается. А, вы давно на сцене, она же с нейритозиком таким спевала, я не помню, как ее... Да. Что я дуже знакома, но я не сгадаю, но скажу. Я в нас сейчас чула, но еще не помню. Певица вроде как. Исполнительница музыки сомнительной, как по мне. Что такое, Евгения Власова? И Никола Нычур? Ну, деку, давай пять. Итак, Жень, смотри. Если ты заметила, внизу было написано, сколько людей в такой возрастной группе мы опросили. Да? Да. В результате у меня получилась вот такая диаграмма популярности возрастов творчества Евгения Власовой. Значит, больше всего, видишь, ты популярна 30-40 лет 40% из наших, кого мы опросили, так? Ага. 20-30 лет 30%, 10-20 лет 10%, ну и 0-10 лет 5%. То есть, видишь, как бы, вот тебе нужно над тем сегментом поработать. Ну, с каким, с каким, с каким, с каким? Вот, нужно 10-20 лет. Я блондинка вообще внутри. Я понял, ну, 0-10 и 10-20 лет. Ну, можно, конечно, 40-100 лет поработать на тем, но я не думаю, что это все. А скольких людей вы опросили вообще? А вот там у нас было, у нас, скажем, где-то в каждой категории было порядком 23-28 человек. Ну, ты понимаешь, что это не показатель в том случае? Слышишь, тут на шару для нее работу сделали непоказательную. Ну, сейчас дети, к сожалению, вообще растут на плохой музыке, я считаю. К сожалению, да. Это вот то, что включено. Если мы говорим... Потапы и Насте Каменских, это плохая музыка? Да, это жлобство. Жлобство. Да, это очень плохое воспитание. Потому что я когда был у них на концерте, в процентов 50 в зале дети, когда начинается песня «От сосны до сосны», у меня уши превращаются в уши-спаниели. При том, что я понимаю, я еще этого Потапа знаю, когда там при территории был какой-то, извиняюсь, визуально гопником. И сейчас я понимаю, что он добился, да, того успеха. Молодец. Молодец, но мне не нравится, что он превратился в очень неприятного человека. Вот визуально он выглядит дорвавшийся, да, вот в речи своей, в то, как он относится к людям. Он дорвавшийся. Это очень плохо. Я открыто говорю, мне не нравится их творчество. Мне очень жаль, что многим людям действительно эта музыка нравится. Это очень плохо. Я знаю, недавно вышел мультик «Винни-Пух» и «Американский». Да. Ты там спела песню, да? Да. Почему ты? И как на тебя вышли вообще? Или ты сама захотела? Не знаю. Нет, на меня вышли. Ну, мало ли, может, звоню. Я фанатка «Винни-Пуха хочу спеть». Не было такого. Да, ну, действительно фанатка «Винни-Пуха». Я тоже теперь уже. Вот, а дело в том, что я когда услышала, мне мой помощник Дэн привез польскую версию. Я извиняюсь. Смешная, да? Ой. Я могу себе представить, да? Не, ну, просто я думала, что меня в джинсы облачат какие-то, в какую-то рваную футболку. Я буду сидеть, вот такое что-то играть. И когда я записала эту песню, не, когда услышала, знаешь, я не знаю польского, но я услышала такое «Пшенечко, пшенечко, мячко, мячко». Я говорю, это детский монтик, извините. Это для детских, это депрессон. Это такая депрессуха была, что я перепугалась. Я даже думаю, боже, может отказаться, мы в Walt Disney же все-таки, боже мой. Для меня это чарующее название, Walt Disney, настоящий, да? И потом я говорю, так, давайте что-то решать. Обузласть-то, или что-то решать. Потом мне присылают стихи. «Я к настану, черни дни, разом легше шесть долаты». Я говорю, вы меня извините, вы не перепутали? Это что-то про Обаму и про Америку, по-моему. Это про Винни-Пуха, говорю вообще. Это про Винни-Пуха. В общем, я переделала стихи, не я лично, я попросила, говорю, пока мы не осветлим образ Винни-Пуха, и мой в частности, я это спеть не смогу. Ну, что это, я, ну хотя бы напишите, я, я, то есть, донести они хотели вот что. Если у нас станет грусть какая-то, мы вместе все поборем, да? То есть, малыш, не грусти. А тут такой, черни дни, вы же понимаете, она сразу уже... Я говорю, так, значит так, напишите, я к настану, не сумни. Наша дружба все поборы, все, да? Вот этого достаточно. И, когда я спела эту песню, Паша, знаешь, что мне сказал? Заходит представитель Волк Дисней и говорит, извините, а можно не так сексуально? Я, конечно, понимаю, что после... Это как-то, конечно, показалось ему более сексуально. Давайте глянем кусочек, как это получилось, на самом деле. Ну, вот ты посмотри, что там сексуально вообще? А, ну. А, ну, вот ты посмотри, что там сексуально все поборы, я наспивала, и веселишь меню. Спасибо. У меня только один комментарий. Леня, почему вышла так сексуально? Продублируй мне нашего Винни-Пуха. Что, иностранных Винни-Пухов она поет. Если я тишу, зато не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Долг хотят омыть опилки, мол, кричалки, и в опилки, а также шумилки, пухтилки, с опилки. Зачем я, Винни-Пуха, иногда, да-а-а-а. Так же живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться, да. Ну, лучше, понимаешь. Женя, а какая песня, про которую говорят, что вот она самая такая, что ли, заезженная, приставучая, или, может быть, визитная карточка, можно сказать? Ну, Ветер Надежды, конечно, хотя после того, как мы выпустили этот клип, ты знаешь, у меня месяца три не было концерта вообще, я подумала, боже, что это мы записали. То есть ни одного приглашения на концерт. А сейчас мы, Ветер Надежды, пожалуйста, прошу вас, это же ваша визитная карточка, на бис Ветер Надежды, там, раз пятьдесят. Ну, да, Ветер Надежды, жива река, там, да, вообще весь мой. Я помню, как приехал иностранец к нам, но работает со мной, из Польши, кстати, упомянутый сегодня, он говорит, а кто это такая за певица, которая поет, а его зовут Петр, он говорит, кто это такая за певица, которая поет песню Петя Надежды? То есть, видишь, он на себя ее примерил. Просто в Польше она очень хорошо разошлась, хорошим тиражом. Вообще, дорогие друзья, чтобы вы знали, это одна из немногих украинских песен, которая стала хитом в другой стране, как минимум. Да, и очень круто стала. И круто стала, да. Да, просто об этом я, ну, не хватило, как говорится, менеджментской работы, чтобы это все рассказать в нашей стране, но как-то не до этого было. Хорошо знаешь твое творчество? Если я сейчас тебе поставлю несколько заданий, угадать твои песни, угадаешь? Опачки, а. Да? Давай попробуем. И ты перевернул с ног на голову? Ой, давай попробуем, так интересно. Но мне кажется, что я хорошо знаю. Ну, сейчас проверим. Каждый раз, встречаясь с тобой, мне кажется, что я точно чего-то не знаю. Итак, Евгения Влацова угадывает свои же композиции. Задание первое. Все октавы тут показывают. Что-то такое вообще знакомое. Это твоя песня вверх ногами. А ну. Да более. А ну. А что вы поспешили? Не дали тебе подумать. Да, не дали подумать. Ну ладно, первое. Не торопитесь так. Но мне, кстати, в голову даже не пришло что-то о тебе. Это ты хотела другое сказать, да? Я хотела, чтобы думала, что это старое что-то. Вот не дали мне, чтобы Женя сказала неправильный ответ. Ладно. Кстати, вот эта песня о тебе. У Микки Ньютон есть какая-то песня. Абсолютно верно. Все это уже заметили, что Мика Ньютон, наверное, просто она, ну, для того, что один тот же автор. Он просто, по-моему, взял на одну и ту же гармонию и положил просто другую мелодию. Итак, ладно, второе задание. Плачь обо мне. Плачь обо мне. Да? Так, быстро, сразу. А ну, правильный ответ? Я сам не знаю. Не угадал. Последнее задание. Я река. Просто, да? Я живая река. Правильный ответ. Какую песню больше всего поешь? Все-таки «Ветер надежды», да? Нет, все песни, абсолютно все песни любят и помнят. Ну, единственное, знаешь, я начинаю избегать песен, где много какой-то грусти. Я хочу сказать, что, видимо, чем старше становишься, может быть, чем старше я буду становиться, как говорится, с Божьей помощью, мне захочется нести больше позитива, чем глубокой вот этой вот философии брошенной, там, непонятой вот этой любви, вот этого всего. Женечка, ты никогда не говори, чем старше становишься. Ты молодая, пусть вся молодежь подрастающая, думаешь, у тебя, там, 22 года, ты начинающая певица. Слушай, Кали Миног сколько лет? Есть 42. Девочка-девочка, ну, так, так, что, Мадонна. Ну, Мадонна, а ты заметила, что Мадонну в последнее время, когда снимают в клипах, она такая размытая-размытая, надо навести хорошо окуляр. Все равно, она пример для всех, все ей подражают, все подражают, все там, сейчас, конечно, все подражают этой... Леди Гаги? Я ее называю Леди Кака. Почему? Ну, потому что это Кака. Кака? Да. Ну, я считаю, что вот даже, ну, признаться честно, у меня такое ощущение, что эта девушка подписала контракт кое с кем кровью. Потому что она очень быстро взлетела, она поет, конечно, попсятину, однозначно, но то, что она несет в своем видео, ну, мне кажется, за такие вещи... Ну, там она, да, я на счет видео согласен. За это нужно просто арестовывать и не выпускать. Ну, я просто был на некоторых ее живых выступлениях, она, она большая артистка, конечно. Она органична просто с тем, что делает, и это подкупает, но то, что она органична с этим говном, простите меня, это очень плохо. Ну, это сегодня слово использовалось несколько раз, так что не в первую очередь. Но ты не огорчаешься, это к деньгам. Это к деньгам, прекрасно. Вот на этой прекрасной финансовой ноте я говорю спасибо очаровательной Евгении Власовой. Спасибо огромное. Евгения Власова, 15 минут до завтра. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok